Ребят, всем привет! Максим, компания Акира Авто. Именно мы привозим для вас автомобили из Японии, Китая и Кореи. Ну что, доигрались, ребят, доигрались. Сегодня уже 24 число, а у нас на дворе, знаете, что происходит? А у нас происходит... Да ничего не происходит. Так же спокойно возим машины. Что случиться должно было после 23 числа? Пока что вот такого грандиозного, широкомасштабного ничего, к счастью, не случилось, не произошло. Прошло два дня. Вчера, да, был понедельник, сегодня у нас вторник, 24 октября, уже говорил, да? Вот. И что говорят брокеры? Или что делает таможня? Таможня растамаживает машины, потихонечку это происходит, а брокеры говорят, что могут вызвать выборочно. Ребят, превью, то есть картинка этого ролика была не просто так сделана, да? Потому что именно такое могло быть тогда, когда вызывали бы всех, вызывала бы таможня всех на подтверждение, на присутствие во Владивостоке и так далее. Но, наверное, и таможенники, и наши вот самые главные, давайте их так-то называть, кто придумывает все это, так назовем это алгоритмы действий, да, по которым мы работаем. Наверное, одумались или, может быть, сказали, ну, действительно, а ведь толпы народы в коридорах, да, где-то там, ну, смысл. Нам придумали госуслуги, чтобы нас подтвердить по-настоящему, да, вот раньше была опись, ходили там женщины, мужчины какие-то по домам, по квартирам. Там и описывали, кто здесь живет, сколько людей там, да, вот, ну, и вообще прописаны в этом городе, не в этом городе. Ну, и создавалась определенная статистика. Потом придумали госуслуги, наверное, по, я не знаю, может, по IP-адресам теперь считывают, кто где живет, да, вот. Вот, и уже, может быть, можно было подтвердить личность на госуслугах, там, да, может, фотографию присылать, может быть, видео там, я не знаю, где-нибудь сделать. Сказать, да вот он я же настоящий, на меня машина таможится, ребята. Ну, можно уж было, наверное, и так сделать. В общем, толпы народу, наверное, не нужны в коридорах, и брокеры говорят, что могут вызывать выборочно. Ребят, ну, у нас, у других компаний, у кого угодно, могут, на самом деле, начать вызывать людей. Уже вызывали, уже пробовали, смотрели, что из этого получается. Но, признаюсь честно, у нас еще ни одного не вызывали. По дереву постучу, кто-то пошутил, наверное, по башке бы себе постучал. Постучу, если надо будет. Вот, и, ну, вот, вот и все. Сказать-то больше нечего. Пока ждем, каждый день буду стараться про это вещать, там, в Инстаграме, в Телеграме, на Ютубе, в роликах, в шортсах. Если вдруг у нас вызовут человека, мы, ну, конечно же, расскажем, что там было, что происходило, как это происходило и так далее. Все, эту тему на сегодняшний день я закрыл, потому что сказать больше нечего. По утелю, ребят, сам не знаю, сам не сталкивался лично, но вот в Инстаграме портянка есть новая, где, наконец-то, где-то что-то конкретно написано в связи с, там, в соответствии с федеральным законом, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла, что-то там. И вот этот вот год, когда машину, если ты перепродаешь, то есть отчуждение, как там есть такой термин, хорошее отчуждение, вот, происходит, то тогда платится утилизационный сбор. Но там опять не написано, кто его должен платить. Из ГИБДД, я прям, вот, мне конкретно не говорили, но через, вот, всего там, через одного человека мне сказали, что утиль пришел, уже пришел, да, и приходил, уже приходил несколько раз людям, которые покупали машины. Покупали машины, у которых отчуждение произошло раньше, чем через год. Вопрос. Откуда считается год? С момента растаможки или с момента, когда машину на учет поставили? Вот в той портянке, которая там в Инстаграме была, там написано с момента, давайте так выражусь, с момента, да хочется слово такое глобальное прям подобрать. Ну ладно, с момента появления ТПО, таможенный приходный ордер. Помните, та розовенькая бумажечка, которая раньше розовенькая была, она уже, как, много лет, может, три года уже, я не знаю, там, два с половиной года, она уже не розовенькая. Я все вспоминаю эту историю, у меня есть ролик на Ютубе. Полтора года прошло, эта бумажечка уже была не розовенькая, а черно-белая, и в каком-то регионе России гаишники стукнули по столу и сказали, эта бумажка должна быть розовая. И мы машину вам на учет не поставим, нашим заказчикам такое говорили, они звонят нам, Максим говорит, розовая бумажка нужна, где она? Я говорю, она уже у вас черно-белая. Вообще эти все бумажки, они в электронном виде. И вот буквально несколько дней назад нам звонили заказчики, ой, не помню какой автомобиль, вот я серьезно, опять до смешного. Гаишники требовали оригинал таможенного приходного ордера, ТПО. Гаишники, я не помню какой этот регион, я созванивался с людьми, даже не помню, я у них не спрашивал. Реально просто хочется материться. Материться просто страшно вообще. Вот уважаемые министры, я не знаю, вы вряд ли меня смотрите, наверное, уважаемые начальники Министерства внутренних дел, ну пожалуйста, ну наведите же порядок. Ну спустите бумагу сверху вниз, пускай ее все почитают. Ну они требуют оригинал, которого в принципе по-моему и нет уже, сейчас же все в электронном виде. Это вот бумажка распечатанная, которая распечатывается на принтерах, иногда она вообще не читаемая. Когда она была розовая, там надо было догадываться, реально догадываться, что там написано. И гаишники, они просто видели эту розовую бумажку и ставили машину на учет. Прошло полтора года, этим давай розовую бумажку, а я взял в ролике, знаете что, маркер этим, розовым маркером покрасил, вот эту бумажку вот так вот. И вот, говорю вам она розовая, держите. Ну если вам нужна розовая, потому что уже полтора года прошло. Ну и уже с того времени, может тоже год-полтора прошел, и уже как три года она не розовая. Вот, а вот попросили еще и оригинал теперь, оригинал. Поэтому с момента появления ТПО, с момента появления ТПО у нас начинается год, в течение которого машину нельзя будет перерегистрировать. То есть, ну можно конечно перерегистрировать, но тогда тот, кто на себя машину поставит на учет, заплатит утиль. Утили, вот например на двухлитровые машины, которые, ну которые санкционка считаются, да. Утили на полторашки, это 528 тысяч рублей на сегодняшний день. 528 тысяч рублей. Ребят, я нашел только один способ, как можно, ну на бумаге нормально, законно обойти, да, этот утиль. Как обойти утиль, как его не платить. Ну конечно для покупателя так себе, но, ну сделайте договор аренды с правом выкупа через год. Вот, нотариально заверены. Ну как-то же граждане соседних государств работают у нас на такси по городам. Как-то они берут эти машины, Prius, Aqua и так далее, в аренду с правом выкупа через какое-то время. Они сутками работают, что вы думаете, они засыпают там, да. Вот у меня супругу таксист вез, так она говорит, он прям реально, он прям с дороги съезжает. Я говорю, понять не могу, а я смотрю, а он спит. Реально вот таксист вез, понимаете, а он спит, он засыпает, все. Наши же органы там, гаишники там, вот опять же, те, кто придумывают вот эти вот лицензии таксистов. Они придумали сейчас, денежки пойдут в казну, а следить за этим вряд ли кто-то будет. И дальше они будут так же засыпать на дорогах, вот. И почему таксисты, говорю, засыпают? Потому что он хреначит сутками, и он машину взял в аренду под выкуп. Ему каждый день надо скидывать вот такую сумму денег, каждый день. Если он не будет этого делать, у него просто заберут машину, а не в рабстве. Вот. Ну и поэтому договор аренды с правом выкупа, сейчас можете сказать, мы тогда что не в рабстве-то. Договор аренды с правом выкупа, да, нотариально заверенный. Ну я так полагаю, что бумажечки просто наперед написали, какую-то сумму определили, за машину все деньги отдали продавцу. Покупатель пошел там с физиком, если машина вообще таможилась на реально нормального физика, а не какого-то там Ваньку Иванова с деревни, алкоголика, наркомана там, или вообще, может быть, его и живых-то уже нет, на него машина еще таможилась, потому что заверка осталась, заверка-то лежит, она же, раз, на нее раз таможили, через год, о, год прошел бы, на него машину не таможили, год уже, давайте снова на него, а он умер, на него машину таможат, вообще четко классно. Тоже в России такое бывает, у нас не такое бывало в России, вот, и вернусь, вернусь, люблю шуточки подобного рода, вернусь к этому договору аренды с правом выкупа через год. Вот, и там же сразу, сразу договор купли-продажи вам пишется через, ну, там, через год, к примеру, сегодня 23-й год, там, октябрем месяцем, там, 24-го года, все, ты попользовался автомобилем, у тебя там 10 дней на учет его поставить, вот. Ну, опять же, если ты вдруг захочешь его перепродать через год, и машина в аренде, ну, можно это обговорить заранее, я не знаю, но тогда тот, кто купит, ему этот утиль прилетит, вот. И то, ребят, я не располагаю 100% информацией, я не уверен. Все это, опять же, вот, со слухов, вот, оттуда, со стороны, ну, со стороны, вот, где машины оформляют, со стороны, где люди в этой области крутятся. Вот, если есть у кого-то новости по этому поводу, по тому, что там вызывают, будут вызывать народ на таможню, если есть у кого-то новости по утилю, кому приходит он, кому приходил, может быть, вообще не приходил, говорят, что он через полтора-два месяца должен приходить, этот утиль. Если у вас есть новости, как, кроме вот договора аренды с правом выкупа, нотариально заверенные, чтобы было спокойствие и у продавца, и у покупателя, как обойти утиль, к примеру, я тут не подумайте, не вызываю вот эту вот революцию, да, ну, я просто говорю, ну, мы же хотим экономить деньги, мы хотим нормально продавать машины, люди хотят нормально покупать и не переплачивать. То, ничего себе, купил 500 тысяч в казну, ну, и так пошлину платим 500 тысяч, тут еще 500 тысяч в казну, ну, вообще просто, вот, ну, я понимаю, что там деньги нужны, я понимаю, что, наверное, вы хотите, уважаемое наше правительство, мосты строить, дороги, асфальт красивый, чтобы был. Ну, вообще, в принципе, я не против, что это я? Ну, пускай будут красивые мосты, асфальт и все такое. Все, ребят, давайте, за красивые мосты, за хороший ровный асфальт, за все прекрасное, что нас должно окружать. Все, ребят, всем здоровья, счастья, всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok